В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я, Александр Гурарье, и мой собеседник, военно-политический эксперт Алекс Гальцекер. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня поступил очередное сообщение, что минувшей ночью израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов по позициям Хизбаллы в Сирии. Ну, Хизбалла, это мы образно выражаемся, потому что там, кроме Хизбаллы, там были позиции и сирийской армии, там были, как написано в коммунике, иностранные военнослужащие или иностранные граждане, да, то есть мы понимаем, так сказать, между строк, что это сотрудники иранских спецслужб, КСИР, корпуса стражей исламской революции, вот, и, значит, были выпущены несколько ракет, ПВО работало, но, как обычно, особо никого не сбило. Это рутина или это говорит нам о каком-то обострении ситуации? Ну, во-первых, мы, в общем-то, не отказываемся. Мы, в смысле, Израиль не отказываемся от того, что мы довольно педантично, с определенным постоянством атакуем объекты на территории Сирии, которые в той или иной степени являются подконтрольными силами иранской милиции и других представителей, как вы сказали, спецслужб со стороны Ирана. Но это как бы основной повод, это основное направление, которое задается необходимыми мерами безопасности с точки зрения Израиля, признается, официально уже признается и российской стороной, по умолчанию признается даже сирийской стороной, потому что особо-то делать с этим нечего, атаки будут продолжаться, поэтому вектор сирийский должен быть направлен на выбор между партнерами для дальнейшего развития Сирии как таковой под руководством Башара Асада, что уже стало главным фактом в нашем регионе и так далее и тому подобное. Что интересно в этот раз, по крайней мере, интересно в последние несколько месяцев, мне кажется, этот альянс, который разрабатывается между Хизбаллой и силами иранской милицией на территории Сирии в попытке создать такой совместный плацдарм, скорее даже плацдарм, который будет больше в пользу Хизбаллы, который и Израиль, и Хизбалла, и другие, так сказать, заинтересованные стороны называют таким оперативным наблюдательным плацдармом Хизбаллы в непосредственной близости к израильским границам. — Но говорят, что этот плацдарм уже не вчера возник, то есть он достаточно давно существует. — Не вчера, но Израиль всячески пытается предотвратить превращение вот этого плацдарма в некий норматив, с которым придется жить и доказывать, что он для нас неприемлем. Поэтому сегодня Израиль производит определенные оперативные действия. Надо сказать, что в отличие от некоторых атак, про которые мы слышали в течение последних недель в том числе, речь не идет об атаках в районе Дамаска, то есть речь идет о непосредственных, так сказать, нанесении ударов в 10-15 километрах от израильской границы. — Что это можно назвать приграничный район? — Вот два часа назад Сирия и Хизбалла заявили о ликвидации Машура Зидана. Машур Зидан, полевой командир Хизбаллы, довольно известная личность в рядах Хизбаллы, который является одним из руководителей установки вот этого вот наблюдательного разведывателя, наблюдательного плацдарма на территории Сирии. Он был ликвидирован с самолета беспилотника, который выпустил ракету по его автомобилю в районе населенного пункта Тель-Ахаара. Погиб он, судя по тому, что сообщается вместе со своим сыном, но надо полагать, что в 15 километрах от израильской границы беспилотник в небе, он, Израиль как бы не подтверждает никакой связи с этой конкретной ликвидацией со стороны Израиля, но надо полагать, что беспилотник в небе над израильской сирийской границей мог быть только израильский и, соответственно, надо ожидать уже в ближайшее время, так сказать, сообщения в иностранных СМИ, на которые мы сможем заслаться гораздо более точно. — То есть это не связано между собой, то есть сначала было обстрел этих самых укрепленных пунктов, а потом ликвидация? — Оно, безусловно, не связано с точки зрения географии. — Она стратегически связана, но это просто два разных события, которые мы говорим. — Совершенно верно. Но с точки зрения стратегии это уже не первая ликвидация полевого командира Хизбаллы на территории Сирии, он совершенно верно. Он друз с голландских высот, таких много и в рядах Хизбаллы. Тем не менее, это говорит о тенденции, это уже вторая, если я не ошибаюсь, ликвидация полевого командира подобного уровня. И мне кажется, что это указывает скорее даже вот, может быть, конкретно его ликвидация, он в конце концов не шейх назвал, то есть может быть конкретно его ликвидация, она в общем не меняет планов Хизбаллы, но она доказывает намерения Хизбаллы на территории Сирии. То есть вот эти люди находятся на территории Сирии с конкретными намерениями, не занимаются поставками продовольствия для Хизбаллы, они занимаются установкой вот этого разведывательно-наблюдательного плацдарма. И я думаю, что вот эта ликвидация, она если уж совсем быть дотошными, то она является непосредственным доказательством, но вот эта вот его фотография, она говорит о том, чем занимается Хизбалла на территории Сирии и какие у них планы. То есть я думаю, что его ликвидация нужна скорее для того, чтобы оправдать дальнейшие действия Израиля на территории Сирии, прежде всего в глазах российской стороны, которым все сложнее и сложнее как-то пытаться отстаивать, да, то есть суверенитет Сирии, по крайней мере во всем, что касается израильских атак. С каждой нашей атакой мы все больше доказываем, насколько эти атаки оправданы, насколько это оправдано нашей безопасностью. Ну и, в общем-то, мы по большому-то счету, мы единственные, да, то есть кто эти атаки на территории Сирии сегодня проводит и борется с иранской угрозой в той или иной степени. А кстати, ведь было недавно сообщение, что делегация Хизбаллы находилась в Тагеране, встречалась с руководством Исламской Республики, и как по сообщениям иностранных источников, они как бы предложили союз, то есть предложили совместную борьбу, военный союз, собственно, союз на самом деле уже был, так что не совсем понятно, что здесь нового, то есть де-факто он был. Но сама, как говорится, тенденция, однако, подсказывает, что ситуация усложняется, то есть они действительно уже открыто заявляют о своем союзе с Ираном. Как на это будет реагировать Россия? Ну, надо сказать, что, во-первых, Хизбалла никогда не скрывала своего союза с Ираном. Да, ты это сказал, но они сейчас это как бы заявили во всем слушании. Другое дело, что Иран с некоторых пор как-то себя немножко сторонил от союза с Хизбаллой, потому что, ну, весьма неоднозначная, да, организация Хизбалла в глазах мирового сообщества. Если, так сказать... Ну, неоднозначно, это надо сказать, что она признана террористической организацией в большинстве стран минов в США, в Европе, кроме России. Ну, Россия не признает Хизбаллу террористической организацией, но, скажем так, Россия просто не торопится бросать дипломатические бомбы в организации объединенных наций, поэтому непризнание Хизбаллы террористической организацией официальной вовсе не означает, что такова позиция России на самом деле и что, так сказать, Россия не понимает, что собой представляет шейх Насрала и его окружение. Ну, как неоднократно разъяснял послов Российской Федерации в Израиле, что, согласно российскому законодательству, если эта организация не проводит террористическую деятельность на территории Российской Федерации, то она не считается террористической. Ну, это позиция, еще раз повторюсь, позиция России, она имеет право на существование, но давайте не путать, да, то есть как себя ведут представители России официальные, в том числе в организации объединенных наций, какие заявления делаются в средствах массовой информации и какова эта позиция на самом деле. Я думаю, что и российские спецслужбы, и российская руководство прекрасно понимает, что собой представляет организация Хизбалла, несмотря на то, что она представлена, так сказать, в политических кругах Ливана и в других организациях тоже, но тем не менее мы знаем реальную позицию, поэтому как раз Иран, пока ему было что терять, пока, так сказать, окончательно, так сказать, американская сторона не вышла из ядерного соглашения, пока им было что терять, они сторонились от этого союза с Хизбаллой, действительно, ну да, когда-то, когда нужно было спасать режим Асада, Хизбалла, в общем, принял довольно активное участие на определенной территории Сирии и, в общем-то, должен был, как бы, получить за это определенные дивиденды, но, как бы, Иран не чувствовал себя обязанным делиться с ними дивидендами, то есть, если уж, то Башар Асад должен был делить эти дивиденды, естественно, в отличие от Ирана Хизбалла не может отступать в некую конфронтацию, пусть и дипломатическую, но с Россией по поводу своих дивидендов относительно того, что происходит сегодня в Сирии, но Иран сторонился, пока им было что терять. Сегодня мы видим, как себя ведет Иран в ситуации и по поводу, так сказать, событий в Карибском заливе, и по поводу… В Карибском проливе, да. Да, совершенно верно. И по поводу еще ряда, так сказать, заявлений международных, в том числе и сегодня, в общем-то, терять уже нечего, то есть, если уж, тут есть такая поговорка «сгорел сарай, гори и хаты», я думаю, что скорее вот это поведение иранских представителей, оно вызвано вот именно тем, что вот на сегодняшний день, если уж мы выбрали… Ну хорошо, им терять нечего, допустим, хотя это тоже относительно, так сказать, заявление, но тем не менее, если им терять нечего, если они сейчас начнут, так сказать, более активно вести себя в Сирии, то они невольно столкнутся с интересами России. Они столкнулись уже, это часть того, что… Они столкнулись, но столкнулись они пока что плавно, но это будет усиливаться. Ну тоже, я думаю, что определенные ставки они делают, они в принципе ходят уже давно, Иран давно ходит, так сказать, по очень тонкой грани между, так сказать, страной, которая может вывалиться в любой момент в ту сторону, где, так сказать, Россия перестанет вообще рассматривать это вот некое, даже если хотите, псевдо-партнерство, как бы всерьез. Важно понимать, да, что Россия, она кладет эти вещи на весы. С одной стороны, так сказать, определенные разногласия с Соединенными Штатами Америки, с другой стороны, определенные разногласия с Ираном. Ну вот, если всерьез это рассматривать, то Иран рискует в любой момент вывалиться вот именно в ту яму неведения. То есть, Россия получает, скажем так, последний серьезный союзник Ирана. То есть, больше никого никого не осталось. Безусловно, я даже не уверен, что можно называть Россию союзником Ирана. Кремль она поддерживает и на дипломатическом уровне, но пока это все выглядит, что она больше поддерживает в пику американцам. Совершенно верно, и может быть оно останется на этом уровне, пока действительно Иран соблюдает какие-то рамки приличия относительно отношений с Россией. Ну, контакты с Хизбалой – это еще все-таки в рамках приличия. Дальнейшие какие-то действия, они уже могут, так сказать, выйти за эти рамки. Естественно, любое проявление какой-то военной конфронтации по отношению к российскому контингенту на территории Сирии, пусть даже по ошибке, это будет гораздо более, так сказать, опасно с точки зрения Ирана. Поэтому, ну вот сейчас на уровне, так сказать, разговоров, на уровне заявлений, в конце концов, многое дозволено. Тем более, что, опять-таки, они ничего нового не открывают никому. То есть, отношения с Хизбалой, они просто возобновили, так сказать, свои открытые контакты с Хизбалой, а до этого никто, они никогда не отказывались. Я, кстати, хочу уточнить, я допустил некоторую ошибку, когда я сказал, что визит представителей Хизбаллы в Тагеран был озвучен чисто вот как союз, там было сказано конкретно союз, военный союз между Хизбаллой и Ираном в случае военного конфликта между Соединенными Штатами и Тагераном. – Ну, подразумевается не только Соединенные Штаты, но, наверняка, Израиль там тоже, как бы, да. – Подразумевается, как бы, действительно, союз, некая коалиция, которая будет действовать. – Да, это, как бы, в общем-то, поднимает, на мой взгляд, поднимает статус Хизбаллы, то есть, они хотят выступать в качестве союзников против американцев. – Ну, я вот в этом направлении как раз не думал, хотя мысль, конечно, интересная. Действительно, то есть, это ставит, так сказать, Хизбаллу на определенный уровень. Я не думаю, что в Белом доме сразу забеспокоились. – Я не думаю, что было собрано экстренное совещание в Белом доме по поводу, так сказать, того, что теперь мы еще и с Хизбаллой будем иметь дело. Но, тем не менее, да, безусловно, это определенный статус, я думаю, а на Ближнем Востоке это очень много. – Да, то есть, это было направлено не против американцев, это заявление. – Много значит. – Это, скорее, для Саудитов, Египта, кто там. – В том, что сателлит, первый сателлит, сателлит номер один Ирана – это Хизбалла, в общем-то, никто не сомневался. Но теперь они как бы не просто сателлиты, они теперь партнеры. – Объявят военную сателлит. – Во всяком случае, во всем, что связано, так сказать, с борьбой с режимом Соединенных Штатов Америки, естественно, с сионистским режимом, то есть, они теперь не сателлиты, они теперь партнеры. Ну, теперь можно по-разному к этому относиться. Я думаю, что правильней всего на это отреагировал Израиль определенными военными действиями на территории Сирии по объектам, которые так или иначе контролируются силами иранской милиции. Ну, и как выяснилось, теперь еще и их партнерами из Хизбалла. – Ну, тогда я вынужден задать, так сказать, решительный вопрос. На ваш взгляд, вот эта ситуация, когда Ирану, как мы сказали, нечего терять, когда ситуация в Армудском проливе обостряется, и там действительно сейчас вот и британцы начинают шевелиться и сидят и думают, как бы им так это ответить пожестче, чтобы не потерять совсем уже лицо. Пока что им плюнули просто на ладском пиджаке, они ничего не нашли лучшего, как взять просто и все это растереть. То есть, насколько мы можем ожидать какого-нибудь обострения на израильско-сирийском фронте, а точнее даже, я бы сказал, на израильско-ливанском фронте, в том случае, если Иран все-таки сочтет возможным подергать за ниточки и сказать Хизбалле фас? – Я думаю, что поскольку вот этот вот фас Хизбалле – это некое оружие, которое припасено Ираном для судного дня, то есть, это для того случая, когда уже больше не о чем будет говорить. – То есть, это резерв такой, да? – Это резерв, резервов самый глубокий, который, я думаю, что он может быть использован Ираном только в случае, не знаю. – То есть, это, скажем так, гвардия Наполеона при Бородино, которая так и не вступила в битву? – Я думаю, что даже глубже еще можно копнуть в случае, на случай, так сказать, атаки на ядерные объекты на территории Ирана. Вот только вот в этом случае возможно, потому что, ну, после этого уже больше нечего будет предпринять Ирану по отношению… – Просто после этого, судя по всему, и Ливана толком уже не бывает. – По отношению к Израилю, во всяком случае, уж точно. Поэтому вот пока что, пока что как-то мир очень неохотно идет на военные действия против Ирана, но Иран тоже, в общем-то, знает, вот он делает этот шаг вперед, потом полтора шага назад. Не забывайте о том, что определенные перемены в Великобритании произошли буквально… – Да, мы сегодня говорили об этом. – Буквально на днях. – Очередной рыжий предводитель там. – И поэтому еще неизвестно, как себя поведет новый премьер-министр Великобритании Джонсон, какова будет его реакция. Мы можем предполагать, насколько он окажется терпим, терпелив по отношению к тому, что происходит с британскими ресурсами, в том числе на Ближнем Востоке. – В отличие от засыпающей рыбы Терезы Мэй, которая еле двигалась, это такой живчик, что… – У нас есть премьера живчика за океаном, который тоже не очень-то охотно вступает в конфликт, который будет стоить в США немалую сумму, непонятно ради чего. В отличие от своих предшественников… – Да, это считают деньги просто. – Непосредственно предшественники ведь тех, которые были до него, включая Бушей, младших и старших, и так далее. – Здесь, в общем-то, он исполняет свое предвыборное обещание главное о том, что он вернет, так сказать, заботу о благосостоянии Соединенных Штатов Америки, считая деньги, если этот конфликт выгоден Соединенным Штатов Америки, если он выгоден американцам, то он оправдан. Если он не выгоден американцам, то он не оправдан с точки зрения Трампа. – Поэтому я думаю, что если в качестве образца, так сказать, поведения выбрать Дональда Трампа для Бориса Джонсона, то, скорее всего, тот еще раз подумает, прежде чем вступать в непосредственный конфликт с силами иранской милиции, как минимум, для того, чтобы реализовать свои предвыборные обещания. Поэтому насчет ласканого пиджака, я думаю, там еще есть место, где растереть очередную плеву. – Что я хочу сказать в ответ на ваш вопрос, я думаю, что с конфликтом, военным конфликтом с Ираном, с Хизбаллой повременят. Повременят, и мы тоже, соответственно, повременим, но наша, так сказать, наша забота о нашей безопасности в виде атак на конкретные объекты на территории Сирии, видимо, на этом уже дан зеленый свет, и мы сделали все для того, чтобы это стало просто нормативом в нашем регионе. И никто, в общем, не поднимает флажок положения вне игры, что главное. – В следующем нашем айтеме мы побеседуем о событиях на юге Израиля, о Газе и террористической организации «Хамас», которая там правит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова